Андрей Бурлаков с детства мечтал стать военным. Трудолюбивый мальчик хотел защищать родину, стремился к справедливости, увлекался спортом и историей. Еще в школе Андрей мастерил жетоны, представлял себя десантником. А после обучения, наконец, смог исполнить свою мечту. В 2004-м его призвали в военную часть Анапы. Спустя время он стал командиром самоходно-артиллерийского взвода. Далее командиром батареи управления и артиллерийской разведки. Принимал участие в боевых действиях в Южной Осетии, Абхазии, в Северокавказском регионе. А в этом году отправился в зону СВО. Он был командиром батареи артиллерийской разведки. Был очень грамотным, успешным командиром батареи. О нем только, могу сказать, самое хорошее. Очень грамотный офицер. Как бы все с ним служили. Все ему очень доверяли. 27 февраля при овладении аэропортом Херсона Андрей Бурлаков находился с отделением арт-разведки в боевых порядках десантно-штурмовых подразделений. Машина управления, в которой был гвардии майор, оказалась подбита противником. Андрей Бурлаков погиб. Его посмертно наградили орденом мужества. Я пришел в 10-м году служить, и он меня уже встретил в полку. И вот мы с 10-го года все время с ним вместе, вместе. Он мне много помогал, он мне даже много и выручал. И так что не могу даже не вериться, что его нет. Но так вот получилось, что потеряли хорошего офицера. Спасибо ему, что он был у нас. И земля ему пухнет, конечно. Жалко его. Сегодня в памяти гвардии майори в Центре культуры Родина была организована выставка. В День Героев Отечества на ее открытии побывали сослуживцы Андрея Бурлакова, его супруга Татьяна и школьники. День Героев Отечества – это не герой праздника. Этот день напоминает нам всем о том, что лежит в основе гражданской ответственности и настоящего депутатизма. Ведь очень часто мы просто не знаем о тех боях, которые совершаются в Железном. Дети вслух прочли историю жизни Андрея Бурлакова. Выставка будет действовать в течение недели. Вход свободный. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.